В едином строю на плацу 147-го зенитного ракетного полка молодые бойцы из Бобруйска, Полоска и других городов страны. Позади у будущих ракетчиков и артиллеристов месяц непривычного распорядка дня с постоянными тренировками, оттачиванием строевого шага и общей моральной подготовкой к самому важному дню в армии. Хоть присяга вызубрена еще задолго до церемонии, новобранцы все равно подглядывают, чтобы от волнения не перепутать слова. Я, гражданин Республики Беларусь, Пономарцев Кирилл Владимирович, торжественно клянусь быть преданным своему народу, свято соблюдать Конституцию Республики Беларусь. Школа, затем колледж, а после снова школа, но уже военная. Теперь Кирилл Пономарцев будет осваивать профессию ракетчика. Наверное, для многих, кто служил присяга – один из самых запоминающихся моментов в армии. Всего же в этот день слова священной клятвы произнесли около 9 тысяч молодых бойцов, призванных на срочную службу и службу в резерве Вооруженные Силы Страны. Я испытываю гордость, что я теперь полноправный защитник Республики Беларусь. Я считаю, что в армии должен пройти каждый себя уважающий мужчина, ибо это очень хороший путь в жизни. Среди зрителей не только боевые командиры, приехали самые близкие и родные. Ведь для них это тоже и новый этап жизни и большой праздник. Я очень горжусь своим сыном. Я хочу ему пожелать мужества пройти этот нелегкий путь. Хочу пожелать ему также справедливого командира и мирного неба над головой. С этого момента они солдаты. И впереди у нового пополнения ответственные задачи. Это ко многому обязывает. Ведь эта присяга принимается не на полтора года службы, она принимается на всю жизнь. А для народа нашей страны это тоже, наверное, большой праздник, потому что он понимает, что вооруженные силы всегда станут на защиту своей страны. После присяги новобранцам полагается первое в их военной жизни увольнение. Родные уедут и наступят, как говорится, суровые армейские будни. А это значит, что еще вчерашним 18-летним мальчишкам придется решать самые серьезные боевые задачи. Максим Кемель, Владимир Гребеневич, Бобруйск, 360.